Телекомпания ВИД представляет Телекомпания ВИД представляет Телекомпания ВИД представляет Телекомпания ВИД представляет и врезался в Бяшу. Рюмкина шоу-шестерка подтолкнула меня обратно. А мы с Бяшей хотели узнать, ты не держишь на нас обиду? Ромка принялся ковырять желтый ноготь с коварной усмешкой, уставившись на меня. Ну там, в лесу. Мы были немного грубы с тобой. Сам понимаешь, такое у нас воспитание. Это вот прям превьюшка-превьюшка, ей-богу. Да, до вас, городских, далеко. А вот порой нас и заносит. Я кивнул, глядя на нож. Скажи, Антоша, я тебя в последний раз не сильно огрел? Да нет. Ну и славно. А то я затревожился, что память тебе отбил. И ты запамятовал, о чем мы втолковывали. Я помню. Лезвие переливалось в закатном свете. И так же зло переливались на зрачки Ромки. Он шагнул ко мне. Проводил ножом в сантиметре от куртки. Одно движение, и сталь вопрет ткань. А если надавить глубже... Нам одна птичка напела. Ты опять возле Полины отирался? Страшно было так, что я не сразу понял, кто такая Полина. Бывает. Мозг сборил, колени тряслись. Вдруг позади Ромки неспешно прошла наша староста. Ну тут я вообще не удивлен в том, что она заодно с ними. Вообще ни разу не удивлен. Потому что что эти мудини, что вот эта сука. Одно лицо. Смотрю, мальчики, вы нашли общий язык. Вот как я рад, что... Вот я посмотрел концовку этого эпизода. Я очень рад, что ты станешь следующим, сука. За мной должок, Кать. И, кстати говоря, я тут, короче, узнал, что, оказывается, Алису можно на самом деле встретить. И даже если я начал встречаться с Полиной. То есть получается, как и в предыдущей серии, выбор он хоть и есть, но почти ни на что не влияет. Почти. Сюжетно, может, и да, но Алиса к нам будет, скажем так, настоящей любви. Алиса, скажем так, она будет на нашей стороне все равно. То есть даже если мы выберем Полину, все, все равно будет ровно так же. Вроде бы. А может быть нет, не знаю. Да, да, да. Сука. Клянусь, я убью тебя. Я выру нахрен эти глаза и вставлю, блин, между зубов вот этого вот тоже, муденя, блин. Так я не слышу. Ты к Полине подходил или нет? Да, подходил, сука. Мы так болтали. Чувак, нахрена ты, нахрена ты, блин, это? Вот так разговариваешь, говори как есть. Болтать будешь кишками, когда я тебе брюхо вскрою. С этим уродом надо так и разговаривать, ей богу, на его же языке. Лезвие, лезвие плашмя прошлось по моему рукаву вверх и достало до воротника. Ветер остужал лицо, но струйка пота стекла по виску. Наверное, мне надо объяснить так, чтоб ты понял. Опа. Рукояти и клинок завертелись в опасной пляске, как лопасти вертолета. Это вертолет с меня, сметающий все на своем пути. Да ладно. О, Канадиаде! Реально, он с их давали, короче, Ромка в диво взгляд. Я попытался увернуться, как тут же бритвенно-острый наконечник спикировал в мое плечо. Шокированный я видел, как нож с ручимся треском погружается в меня, заполняя образованную канавку кровью. Адреналина уже было недостаточно и пронзающая боль вырвалась из меня жалобным криком. Ромка грубо вытащил нож, и я, зажав кроват, отачащую рану бросился прочь без олядки. Попробуй еще раз позабудь, Антоша! Обязательно позабуду, чувак, обязательно, непременно, сука. Во рту стоял привкус гадкой воды, которой я запил лекарство. Такое ощущение, словно здесь разработчики решили немножко пропустить половину рассказа, потому что я более чем уверен, было описание того, как Ромка бежал от школы до дома, подробное описание того, как кровь чуть ли не всю руку, скажем так, обвила, имеется ввиду, которая текла вся рекой, вот, то есть, как будто бы скипнули половину рассказа, вот, не хватает очень этого, то есть, прям вот, резко сразу перешли к лекарству, к водичке, обработанный йодом порез, ныл под бинтом с махристыми краями. Я не сказал родителям правду, как это получилось, сославшись на то, что я наткнулся на острый сук в лесу. Все ждал более удобного случая, когда у вечно занятых мамы с папой появится на меня во время. Все мысли занимала только Полина. В общем, я сегодня книжку читала, там ребята учились в школе, прям как ты ходишь в школу, и они в школу ходили. Вот, и у них был какой-то праздник, и они там поделки лепили и делали все своими руками. Нужно было сначала принести природные материалы, листики всякие там, потом еще шишки, и потом они все это разбирали и клеили на бумагу, и друг другу дарили открытки, делали там всякие, и ящички, в которые потом подарки нужно было класть, и так все красиво было. А одна девочка даже из дома принесла елочные игрушки, но старые игрушки, которые уже никому не нужны были, они их аккуратненько, молоточком разбили, а блесточки с них посыпались, и эти блесточки... В общем, я сегодня книжку читала, там ребята учились в школе, прям как ты ходишь в школе, а это она, короче, будет бесконечно будет это рассказывать, я понял. Я бродил по дому, будто пьяный, подталкивал сестре толком не разбирая, о чем она говорит. Да, да. Боля же толдычила без перебоя, то и дело, вскидывая руки и смеясь, как вдруг, так же резко смолкала и уставилась на меня без боли знакомым колючим маминым взглядом. Меня буквально выдернуло из темницы разума, где клокочущие мысли подобно гарпиям обрушивались на мой искусственный мозг, не давая вернуться в реальность. Я уставился на сестру, сейчас она была миниатюрной копией мамы, ну да, кстати, точнее тем, в кого она превратилась с момента переезда сюда, с ее грозной позой в виде заглавной буквы F F is fuck и вздернутым к потолку бровями. Ты меня не слушал, так? Почему? Дайте мне достижение за то, что я послушал полностью ее рассказ. Она брызнула ядом в мою сторону, копируя мимику и интонации чуть ли не единственного человека, с кем проводила все свое свободное время. На мгновение мне показалось, что свет излучаемой Олей все эти годы стал слабее и опасно затрепыхался на ветру затянувшимся перемен. Еще немного и моя прекрасная принцесса станет драконом, который сторожил ее своей башни, а это пугало сильнее меня под крадывающихся ко мне ужасов из будущего. Оля, прости, ты же не сердишься, правда? Я просто задумался. Взгляд заметался по комнате, как загнанный во лужку зверь, перескакивая с одного предмета на другой, сли... слилясь, найти хоть что-нибудь, что могло отвлечь Олю. А давай в приставку поиграем. Оля нахохлилась, однако искорка интереса вспыхнула в ее изумрудных глазках. И ледяной осколок, занесенный снежной королевой, начал потихоньку оттаивать. А как же второй джойстик? Не работает же. А папе починить некогда. Можем из пистолета пострелять. Из этого, который в большинстве случаев не работает, это который пистолет для Дагханта. Спойлер, здесь есть Дагхант. И не только Дагхант. Ай, да ну. Оля прыснула со смеха, ледяное сердце окончательно растаяло. Вот так вот. Да ладно! Я же проиграл! Ай-яй-яй-яй! Да что ты говоришь! Давай! Ну на того напало! Включай скорее! Давай-давай! Ай, люблю подобные моменты. Кстати говоря, помимо этих моментов будет еще один кое-какой, который я, кстати говоря, проспойлерил в этом, на втором, на самом, уже не знаю, втором или третьем канале. Мем Стеллс. Если понимать о чем я. Итак, малютка подскочила к телевизору, щелкнув питанием, начала вслепую шарить по задней стенке фотона, явно пытаясь воткнуть кабель от приставки в гнездо и антенны. Обысли? Нет. Россия переживает, Борис Николаевич. Россия переживает в последнее время. Неловкие годы. Отрывки из телепередачи маячили на ламповом экране, пока Оля листала до канала, где ловила заветная Дэнди. Дэнди, Дэнди, все любят Дэнди. Это тот, где с Супонимым, да? Итак, Дэнди – игровая приставка, распространенная в республиках бывшего СССР. Неофициально аппаратный клон консоль третьего поколения Фомикон или Nintendo Entertainment System, сокращенно NES, японские компании Nintendo. Фомикон или NES некогда официально не продавались в России в 90-х годах, поэтому китайская подделка Дэнди, которая была широко распространена по доступной цене, снискала большую популярность. Фомикон, кстати, по-моему, она была только в Японии, больше нигде она не продавалась. Ну или продавалась, но в очень маленьких таких количествах, скажем так. Что дома интересного происходило? Вопрос был обывательским, я даже не задумывался над его значением. Однако, Оля внезапно изменилась на лице и растеряла обретенную дорогой ценой детскую невозмутимость. что-то случилось? Сестренка выставила кабель на место и, вытащив испачканную ручонку, стал неуклюже отряхивать пыль. Она явно искала в себе силы, чтобы начать разговор. Мама! Она замолчала и на секунду показала, что на ее глазах выступили слезы. Сдохла, что ли? У нее опять был этот страшный... Она взглянула на меня мокрыми глазенками и блюдцами. Приступ. Такое случалось и раньше. Типа синдром Туретта, что ли? Когда она матерится без причины. Такое случалось и раньше, но довольно редко. А когда мы перебирались в этот богом забытый край, мамины приступы пугающие участились. У нас большая рыба. Она в газету была завернута и пахла так... Вся рыба такая. Коля поежилась с опаской взглянув в окно. Я сам представляю, как сестренка такая маленькая и незаметная стояла посреди кухонного проема. Она даже не пыталась спрятаться. Родители попросту ее не замечали. А потом мама ударила вот так! Оля едва дернула кулачком сверху вниз, имитируя удар. Рыбу! Она была живая тоже. Ей было больно. А мама... Мама... ибо ибо обычно они питаются тем кислородом, который находится непосредственно в воде. А мне было легко представить, что было дальше. Иззывающаяся рыба с лопнутым жадом пленком грызнула зловонной слизью на мое лицо. И если с ней приближалась так близко к маме, как в тот день, когда нас при нас человека сбило автобусом и кровь размазалась по лобовому в стекло. А, то есть у вас не впервые такая же ситуация. Хотя рыбу, которую разделали по сравнению с автобусом, это, блин, цветочки, ей-богу. Или когда бабушка отрубила голову цыпленку. Ю, твою мать. Я даже уже дальше читать не хочу. Все, нахер. What the fuck? Что за опять кошмарные трипы пошли, е-мое. Ее глаза закатывались, она падала на взнички, как спиленное дерево, хотел сказать, бревно. И издевалась, как та самая бившаяся в огонь рыба, переворачивая стулья и выплевывая обрывки пугающих фраз. Папа, он ей помог? Короче говоря, сдать в психдиспансер не, зачем? Оля вздогнула, как будто было вспоминание ранней видео. Но вначале засмеялся тоже. Так страшно, как ты увидел с мамой в голову, а потом вдруг заплакал. Короче говоря, обоих в психдиспансер, вот ей богу, серьезно. Ой, пипец. От услышанного у меня дернулась бровь. Безумие источаемое лесом окончательно завладевшая мамой перебросилось и на нашего сильного и храброго отца. Я быстро шагнул навстречу Оле, заключив ее в крепкие объятия. Она уткнулась мордашками в грудь, и я почувствовал, как рубашка сделалась мокрой. Намеки, такие намеки. Зачем они так издеваются друг над другом тоже? Они сумасшедшие? Во-первых, очень ностальгично выглядит шум на заднем фоне. Это во-первых. А во-вторых, ты сама себе ответила на вопрос. Не находя как оправдать родительское поведение, я запнулся. Слова иссякли, и все, что я мог, так это покрепче обнять Олю. Я сейчас короче подумал, что телекомпания вид представляет. Она появится в другом месте, в другом диалоге, но нет. Она появилась очень внезапно. Но тем не менее, такая вот отсылка. И плюсом могу повторить то, что я сделал на втором канале Мем Стелос. И вставить типа заставку вид вместе с поле чудес в начало ролика. Собственно говоря, так и сделаю. Оля в ужасе вскрикнула и спряталась за меня. Переключи! Переключи! Скорей! Я даже боюсь представить, какие другие отсылки будут в последующих эпизодах. Двух, трех, не знаю, сколько там будет эпизодов. Хотелось бы побольше, чем пять, которые традиционно для Telltale, например, Games. Хотя иногда бывают и для двух эпизодов все дела сокращают. Итак, сколько бы раз она не видела эту заставку, все время реагировала одинаково, как и при виде совы. Ну, слушай, girl, это временно, поскольку в начале, где-то, наверное, после 2005 года заставка станет совсем уж скучной, честно скажу. И, собственно говоря, телекомпанию вид я застал именно вот, которая сейчас показывают по телевизору, перед поле чудес, которая нынешняя. Собственно говоря, ее такой застал, но она была немного в другом дизайне. в общем говоря, вот такую заставку я не застал, поскольку был рожден в 99-м году. То есть, тогда уже, ну, по сути, эта заставка начала забываться потихонечку, а вот в начале 90-х она прям вот крепко засела в умы некоторых. Вот. У меня самого выступали мурашки при появлении этого призрачного лица, который, кстати говоря, многие считают, что это типа маска Ельцина, но на самом деле это, короче, какого-то маска, ну, не маска, а голова от статуи какого-то буддистского духа, и на голове сидит жаба. Поэтому я моментально исполнил пожелания сестры. Телекомпания Вид. Логотип телекомпании, представляющая термическую голову древнекитайского философа Госяна с трехлапой, с жабой на голове. Символ ужаса детей России девятнадцатых. Я, в свою очередь, являюсь детем России нулевых. И, собственно говоря, ну, сейчас заставка, она немножко по-другому выглядит, такая 3D-шная, и она совсем уж перестала. То есть, потеряла весь тот оттураж компании Вид за время ее существования нулевых, десятых и двадцатых. А можно не играть. Типа, как будто есть другой выбор. Зачем в игре вставлены вот такие моменты, в которых можно и не играть? 999 игр в одном. Увы, такое не застало, кстати говоря. Наконец, на экране появился список многоигровки, идущие в комплекте вместе с приставкой. Только есть одно маленькое но. Я вот где-то слышал, что большинство вот этих игр, которые находились, они зачастую повторялись. И, кстати говоря, это был наш Action 52. потому что в Америке тоже существовала пиратская игра, кто назывался Action 52, где 52 игры были в одном. Но они, к сожалению, были не особо высокого качества. ностальгируйте, друзья. И так, досада, что большинство наименований на этом картридже были просто другими уровнями одной и той же игры. Вот, собственно говоря, я и говорю, я подобрал серый прямоугольный джойстик и стал выискивать в пиксенном многообразии знакомые английские слова про рутинную охоту. Почему Goose Hunt, если Dark Hunt? Фоновая музыка подействовала на Олю умиротворяющей, она спокойно поинтересовалась. А как твои дела в школе? Я с одной девочкой подружился. А она красивая? Я смутился. Ну, я не знаю. Ха-ха, ты засмущался! Значит, очень красивая. Потом, кстати говоря, следующий выбор, который будет, потому что в игре появится еще один выбор, в котором можно тоже Ромбу выбирать, Полину выбирать, там советуют выбирать Полину. Ну, по крайней мере, я куплю нофта сделал. Перестань, Оль. Да ладно тебе. Влюбился, влюбился! Да ладно, потом ты сама влюбишься в своего братика, больше чем уверен. Будешь его называть тебе не братиком, а он не Чан. Оля, блин, сейчас не буду с тобой играть. Ха-ха, да я пошутила! Да, сейчас ты пошутишь, вмитнув тебя эту консоль, ей-богу. А ты нас познакомишь? Ну, супер! Ну, может быть. Да, давай, ладно. А как ее зовут? Полина. А ты покраснел! Ммм, сынка. А где вы будете жить, когда поженитесь? Мы будем играть, или нет? Я на тебя скорее женюсь, чем на ней, вот, е-богу. Я вставил с этого пистолета в гнездо от второго джойстика. Так, продолжим. Я вставил с этого пистолета в гнездо. А так, это я уже читал. Юлия первая! Давай, давай, похер. Собственно, я сами заценим Дакант. Так, давай теперь я погнали. Можно выключить внезапно. Ну? Ну, вообще, в реальности это немного по-другому выглядит. Там нету вот такого вот, там нету вот такой вот метки. Там надо было чисто наугад стрелять. И не всегда этот угад попадал. В большинстве случаев он не попадал. Ну, это изи. Считай, это я тебе поддалась. Да, ну? Давай, поддавки эти же пассатижи. А че утки как-то странно летают? Вот, вот сейчас вот одна летела вот сюда, и она тут же перетелепортируется в дерево. Че за фигня? Э, в смысле? да, да, в смысле? Вы че, прикалываетесь? Вот. Это ты виноват, что я промазала. Да че я-то виноват? Начинается опять. вот реально, че у меня утки так делепортируются? Да, все, последнее. Ну-ка. Да, иди же, пассатижи, они летают очень быстро, и пули мне дают мало. Охренеть. Блин. Я одну утку только убиваю. Да. Это че за херня? Бяка твою мать. Я так больше не играю. Ой, да ладно тебе. Это просто игра. Че ты начинаешь? Антон? Антон? Мама докричалась до меня только с третьего раза. Антон, а у тебя к телефону? У-у-у. Девушка какая-то. Это хорошо. Моментально потрезвев, я метнулся в коридор. Не споткнись, смотри. Ой, да, спасибо. Я схватил трубку, прижал к груди многозначительно глядя на маму. Она лишь поражала плечами и удалилась в комнату, на ходу собирая разбросанные Оли игрушки. Алло? У твоей мамы такой молодой голос. А, ну да. Я знаю. Она сама молодая. Не мешает? Не. Нет, что ты. Сама бы она, как дорого мне может обойтись этот разговор и чем я рискую, просто отвечая на звонок. А, здесь получается не будет такого выбора-то. То есть, получается, здесь, да, да, получается, здесь не будет этого выбора-то. Да. Просто, короче, в какой-то момент, скорее всего, это, наверное, связано как-то с Алисой. Должен был быть выбор между Ромкой и Полиной. Типа, мы должны были кое о чем там рассказать и всякое такое. Но нет, видимо, здесь такого не будет. На тумбочке лежали карандаш и потрепанный блокнот. А может, будет, кстати? Нет, наверное, не будет. Я взял их и принялся водить крифелем по бумаге, рисую хатичные завитки, так и норовящие соединиться в дурацкие сердечки. Я прочла твои ответы. А тебе действительно Кармен нравится? Да, особенно Сан-Франциско, где закорило солнце, солнце на... Да. Мне, если по правде, русский рок больше нравится. Надо мною тишина. Такое? Но я почему-то постеснялся это написать. А хочешь, Антоша, и я честной буду? Давай. Один раз ты уже показал свою честность и теперь, я не знаю, доверять тебе или не доверять. Карандаш вывел женский профиль. Глаз, длинные ресницы. Полина сказала полушепотом, наверное, чтобы дедушка на ней услышал. Мне здесь ужасно тоскливо. Гоу, ко мне. Ты в поселке. Как будто мне не тоскливо в своем. Здесь никогда и ничего не происходит. А если происходит всякая гадость. Дело даже не в пропавших детях. Здесь музыки мало. Но у тебя же кассеты есть. Я не про записи. Я про ну, голос этого места. Он не мелодичный. Все шуршит, как патефон на их глаз. Крепит. Воида изредка. Это во всех поселках так. Во всей России так. Тут неуютно. Тесно очень. Да, же тяжело и неуютно, зато уютно умирать. Не знаю, как объяснить тебе. Ну, как объяснить. Одним, двумя простыми словами. Эмалированное судно. Грифель набросал дом, окруженный высокими деревьями. Кажется, я от тебя понимаю. Моя сестренка говорит, что чувствует себя заточенной в темницу. Вот и я. Я очень люблю дедушку. Не бросить его боюсь. Но порой я не могу Он умер, кстати говоря. Думал, его собаки разорвали. Нет, как он жив. Слушай, давай без этого, а, ей-богу. А то вот ты сейчас накаркаешь и все это действительно произойдет. В лес подумал я отчужденно молю я хвойные лапы убежать в лес, чтобы снежки падали на шерсть и ветви закрыли от посторонних глаз. Блин, ну такой себе, блин, конечно. Я когда рисую, будто путешествую. У меня также с открыткой. Убегаю по ножке. Ножик, ежик. Неба. Я сейчас подумал Я прикрыл ладонью трубку. Я разговариваю. Что случилось? Ты так грубо, сестонка, не делай. Почитай мне, пожалуйста. Мама уснула. Иди к себе, я сейчас. А, папа где? Только быстрее, ладно? А, ну окей, ладно. Ладно. Да-да-да, сейчас, пидор. Последнее слово прозвучало излишне раздраженно. Я вздохнул, наблюдая, как сестра семенит по лестнице. Прости, надо бежать. Мне тоже. Давай, ладно. Спасибо, что выслушал. Спасибо. Ну, короче, это тот случай, когда выбор ничего не дает. Ну, имеется в виду, что здесь не будет вот этого выбора. То есть, для того, чтобы появился выбор между Ромкой и Полинкой, надо быть лояльным к Алисе. В данном случае я был лояльным к Полине. Собственно говоря, иной путь. Как в Телл Тейл. Гудки завибрировали в ухо. Я опустил трубку на рычаг. Размышляя о девочке, за которой мне грозит смерть от ножа, я поплесся на второй этаж. Рассказать бы отцу, попросить его мужского совета. Чувак, кроме как отстаивать свое право с помощью силы, он тебе больше ничего не посоветует. Говорю, я говорю, как тот, кто сам прожил подобную жизнь без отца. Но из-за новой работы его до поздней ночи не бывает дома. Кстати, подожди, у меня вот что-то возникает смутное... А нет, запись идет, все окей. А то я боюсь, что у меня запись сейчас прервется, и ни хера ничего не запишется. Пьется опять все переписывать, не хочется. Родителям не до меня, если не сказать грубее. Ну, где твоя книжка? Я осекся, детская была пустая. Че, опять что ли это? Опять прилетела сова, которая... Внезапно притворилась ею. И сейчас она такая выходит и... А это была не я? А я вообще-то спала? Мама мне книгу почитала? Или это Алиса была, которая была в теле внезапно? Ой. Короче, сейчас будет пугалка. Сейчас будет хоррорюшка. Наверное, пробралась ко мне. Я сожигал по коридору. Тени насеяли комнату. Занавеска колыхалась, будто кто-то хоронился за ней. Я улыбнулся, тихо прокрался к окну и распахнул штору. Попалась! В смысле? За тканью никого не было? А это че такое? Окно, как экран телевизора, показывало зимний пейзаж. Фонарь, поле и в самом центре его бредущие фигурки. О! Нихрена себе! Я ахнул, прижав кулак к корту, вцепился зубами в кожу. Алиса уводила в чащу мою сестру. Охренеть. Понадобилось меньше минуты, чтобы я в торопях оделся и вылетел из дома. Сердце стучало пулеметной очередью. От леса тянуло холодом и смолистым запахом хвои, а где-то в поле трещал мороз. Впереди у калитки маячили две тени. Лишь рост позволял распознать в них мою сестру и девочку, лисицу. Кстати говоря, те сливы, которые были про Алису, это фейк. Я помчался к забору, слыша вой ветра в ушах и ритмичный скрип под подошвами. Фигура повыше шевельнулась и устремилась к чищобе, плавно будто конькобежец по льду. Я замедлил шаг и коснулся очков, тщетно стараясь вычлить из мрака хоть какие-то детали. Тревога опустилась на плечи, как невесомая снежинка. В животе заколошилась проснувшаяся змея, стало тошно. Я подумал о доме, о хлипкой крепости позади. Наконец, настиг сестренку, одетую в одну курточку. Оля! Ты видел лисичку? Да. Оля, зачем ты вышла на улицу? Если мама узнает... А я не твоя сестра. Сейчас это опять будет сала та самая, которую мы в прошлый раз встречали. Сестра замерла к тайге лицом. До нее было рукой подать. И я зачем-то положил обязшую кисть на ее плечо. Наверное, убедиться, что это все не сон. Я так и думал. В мою сторону торчал... Блин, у этой совы капец! У меня способность уметь чрево вещать, как любые люди. Кстати говоря, мне не очень удобно так-то воровать привычку куплено, поскольку это он так-то сделал. Ну ладно. Поставим. Если вдруг что-нибудь не придумаю. Итак, в мою сторону торчал острый клюв, со всех сторон усеянный мохнатыми перьями, из которых складывалась морда совы, которую мы ранее видели. Нечто птичьей маски тарачилось на меня. Ого! Не узнает! Так, у тебя сейчас голос вот этой вот марази Кати. Голос был точь-в-точь Олю, но за перьями и картоном таился некто иной. Катя. Я рванул прочь, словно меня стегнули на гайкой. Существо в маске лишь притворялось Олей, чтобы выманить меня. Я бежал со всех ног, утопая в снегу. Дом впереди сомнительно увенчился. Желтый снег в окнах дарил надежду. Там мама, сестра, спасение. За спиной было тихо, как будто никто не гнался за мной. Может потому, что совы умеют летать? Я уже краблился по концу, как вдруг краем глаз заметил еще одну фигуру. Загрошенный волчонок выплыл из угольной тени дома, переградив пути. Он двигался дерган, гаотично, словно переплясывал какой-то жуткий танец и корчился в перепадке. И пускай я отчетливо видел, что волчья морда обыкновенная маска, что-то в судорогах оборотня заставило меня окоченеть. Ряженый поддерлся боком, а столб крыльца и припал на четвереньки. Выгнулся так, что позвоночник должен был хрустеть. Глаза, образины засверкали, но свет не нападал. Он дополз, вдруг ползунки поплачет ластунски, кто трусил на четырех конечностях. С отмешившей челюсти я перебирал ногами, пытаясь удержать его в поле зрения. Из-под прозрения маски зачалась жидкость. Текучие капли падали на доске. Слюна доказала. Какая-то сила толкнула в спину. Шепнула. Спасайся! Штакетины забора замельчишили. Я бежал. Я снова бежал в обратную сторону. Зубчатый и пахнущий хвоей хромки леса. Удары сердца омеряли время. Лук позади, будто забыв человеческую речь, рычал. Нам было прям привычку взять с этим. Посмотрим, получится ли привычка слуха. А правая нога застряла в припорошей лунке. Я выдернул ее, чертыхаясь и тушил на землю. Подо мной заструилась лучи снега, мешая подняться, уперся во что-нибудь, береться. Но дикая жажда жизни буквально выглянула из ловушки. Зима покрадывалась все ближе, напоминая едкий дым погребальных остров. Я снова бежал, вдыхая колючий воздух. Косы развивались на ветру. Падая вверх, я пронял шапку и уши запекло одну ледом мороза, пока сам я весь не смог отбор. Ветция поле закончилась. Понимая, что было не лучше решения мчаться в лес, я рухнул с деревья. Не останавливаясь, бежал, прикрывая ладонью лицо, чтобы случайный сук не лишил глаза. Ветки били по одежде, кололи кожу, как мясники гнавшие скотину прямиком мясогубку. Узел выбившихся из почвы корней прихватили за стопу. Я врезался в шершавый ствол, сполз к самому его основанию и в панике оглянулся. Ух, какой ты быстрый. Ну, здорова. Теперь я понимаю, каково было тебя не слушать в тот день, когда я выбрал Полину. Жалею теперь об этом. Ты уж прости меня. Первым желанием было кинуться к ней и обнять ее. После того выбора с Полиной, да, теперь я действительно ее хочу обнять и сказать, прости меня, что я был супер каким глупцом, ей-богу, дважды. Ой. Но я поборол себя и плотнее притиснулся к сосне. Ты... Что ты здесь делаешь? Да вот. Она протянула мне потерявшую потерянную шапку. Уберу находок, подрабатываю. Надевай, а то уши замерзнут, а потом, глядишь, и вовсе отвалятся. Да ладно! Хе-хе-хе-хей! Сука. Она гигнула. Я подозрительно смотрел то на нее, то на шапку, будто боялся, что в руке Алиса окажется что-то вроде отрубленной головы. И еще страшнее. Но шапка была просто шапкой. Блин, нет выбора мне взять. Ну, е-мое. Игра очень сильно ограничивает. Нету какого-то иного выбора не брать шапку. Хотя, с другой стороны, смысл. Я забрал ее. Натянул по самой брови. Тепло? Да. Тепло дедушка. Тепло дедушка. Тепло батюшка. Я не ответил. Там во дворе были какие-то дети. И что, покусали тебя что ли? Нет. Отчего же ты убежал? Ответ был очевиден. Но покатав мысль на языке, я лишь пробурчал. Не знаю. Эх, обещала не обзывать тебя дурачку. А я обещание исполняю. Она подошла вплотную, взяла под локоть. Я почувствовал запах мяты, апельсинов и сгоревших бенгальских огней. Кстати говоря, существует теория, что, дескать, вот эти вот люди-звери, они как-то очень тесно связаны с вот этим вот мужиком, который был с зайчей губою и с ошравом на пол лица. Типа, он давал им конфеты и всякое такое. В этих конфетах было кое-что иное, о чем нельзя говорить. И, собственно говоря, все эти дети бредили и прочее такое. Но это лишь теория. То есть, короче говоря, все эти звери связаны с вот этим мужиком. Or maybe not. Or maybe not. Посмотрим. Сколько... Я твой друг. И они. Понимаешь, в реальной жизни так не работает. В реальной жизни все настолько уж выглядит подозрительно. Вот если ты была бы моим другом, ты бы не была бы вот... Ты бы не появлялась вот так вот пукающей, вот ей-богу. Я быстро обернулся туда, куда показывала лисичка. На краю опушки появились дети в масках, те самые, с первого эпизода. По крайней мере, все они были небольшого роста. Волчок, сова и медвежонок. Они фыкали и вздыхали, явно утомившись от бега. Я думал, упало, ты в снег провалился. Стало снег копать не от тебя. А я не копал. Лень копать было. И еще у меня подозрительный голос Бабурина. А ну как получается? Если дурак, то бегай, накопай. А если умный, подожди пока другие набегаются, накопаются и устанут. Ты уж так дозвать разговор. Как я рэц! Не, надо было спародировать Папанова. Дегенерат! Ну, в данном случае, когда я выбрал Полину, это действительно так. И когда я скипнул момент с этим мужиком с зайчей губой, это тоже, по сути дела, да, дегенерат. Я понял, что стою с открытым ртом, с бессильно опущенными руками. Не знаю, как реагировать на слова поздних гостей. Я все-таки выдавил подобие улыбки. Вы просто меня напугали. Превьюшка. Отличная превьюшка. Можно даже особо не заморачиваться с названием. Но имеется ввиду, что можно даже заголовок не ставить. Просто вот их. Вот так. Вот так вот обрезать кадр. Я это не покажу, к сожалению, без веб-камеры. Поэтому, ну, короче, вот так вот обрезать кадр. Вот так вот обрезать кадр. И все. И бирюшка готова. Все. Можно особо не заморачиваться, ей-богу. Они начали переглядываться. А кто-то даже фыкнул, словно услышал шутку. Да, да. Лиса права. Это он. Нет, это наш. Неужели нашли? Ножайчик. Да, да, похож. Уж. С дыши 60 радостей волчок начал махать частью костюма, словно хвостом. Ну, конечно, ты первый. Это волчек раньше всех почуял зайчиков тебе. И рассказал нам. Здравствуй. С нашей совушкой ты знаком не понаслышке. Не такая уж она и страшная, правда? Да. Ладно. Да, наверное. А этот улыбчивый бугай, медвежутка. Медвежуть. Ты лучше с ним поласковее, а то голову откусит. Не, ему похер, мне кажется. Он сам... У него взгляд такой, словно, он хочет откусить голову сам себе. Зачем это? Да. Смотрю, ты чувство юмора где-то обронил. Все еще сомневаюсь в благих намерениях причудливых зверят. Я спрятал руки за спину, стараясь при этом не смотреть на зияющие дыры карнавальных масок вместо глаз. Алиса наигранно подбочинилась и как-то ухитрилась подбегнуть своей рыжей личиной. Когда в следующий раз придем, будем звенеть в колокольчике, чтобы ты не так боялся нашего визита. А у нас разве есть колокольчики? Да. Да, да, у нас есть. Мы их своровали. Чёрт я звенеть не буду. У меня лапка болит. Моя улыбка стала настоящей. О, зубы показал. Это добрый знак. Не ожидала, что сможем тебя рассмешить. Блин, я уже начинаю потенечку влюбляться в Алису, ей-богу. Я думала это под силу только Диснейленду. Откуда ты знаешь? Да так, прочитала кое-где. Про меня? Про клюв от воробья. Про Диснейленд, яхонтовый. Ты умеешь читать по-человечески. Ну, а почему нас этого не научила, а, скотина такая? У-у-у, твою мать. Я знаю, что ты в школу ухожу день от огня. У-у-у. Какую школу нахрен? И она кокетливо запела. Давай. Как детей не замечать, как мечты их развенчать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Крепко-накрепко вломить, с детства слабеньких чморить. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. А, все. Я думал, я думал, сейчас это будет надолго. Это хорошо. Это было отлично. Так, кстати, тоже клювшку можно взять. Я осторожно засмеялся. Новые знакомые уже не отпугивали, а напротив привлекали. Было в них что-то особенное. И в этой опушке, и в луне, и в снежинках, которые почему-то падали наоборот. С земли в теплое небо, как на прокрученной задом наперед пленке. Я к этому не заметил сразу. Дети в масках приблизились, и я ощутил их прикосновения. Они хлопали подружески, трогали мою одежду, словно поверяли, что я настоящий. В их прикосновениях не было зверями злости. Лишь чистое, незамутненное любопытство ребенка. Почему-то мне кажется, кстати, сейчас я вот смотрю на эту сцену. И у меня сейчас прокручивается, что, скорее всего, в ближайших эпизодах появится, наверное, какой-то выбор, в котором нам вновь придется выбирать или Полину, или Алису. Возможно, кого-то одного из них убьют. И там будет выбор, ой, какой жесткий. Возможно, вот этот вот, который зайчик убой, возможно, он одного из них убьет. С пистолетом. И я почему-то сказал про себя. Им можно доверять. Снеженки все планировали ввысь. Никто тебя больше не обидит. Ну уж простите меня, что я вам не верю в первый раз. Драк. Пожалуйста. Пусть только попробуют. Лиса тихонько пихнула меня в плечо и рассмеялась. Ну что, Тоша, убежишь с воплями или с нами пойдешь? После всего этого ужаса, я готов. Я готов. Все. Enough. Полный enough. Куда? На аттракционы. В эту секунду дальний далекий звук флейты нарушил обманчивую тишину тайги. Прекрасный и таинственный он вызывал в памяти звон крусталя и журчание студеного ручья. Если какие-то сомнения оставались, то песня флейты развеял их. Я пошел за новыми друзьями, прежде чем принял решение. Многие сами переступали, а образованные сослами тоннели раздвигались. Кусты кланялись перед нашей процессией. Все это напоминало сон. Ведь даже поляну, на которую мы выбрались, я видел во сне. Флейта, как чудесная птица, парила где-то высоко между темных кром. Снежинки, взлетая, закручивались спиралью. Луна окрашивала ветвью серебряный цвет. Алиса зачарованно ахнула и разглядел. Я разглядел ее восторг. Затрав голову, я смотрел вверх. Красиво. Очень красиво. Молчонок одобрительно забыл. Мелочек, я покажу гораздо больше. Давай. Хочу. А я хотел, как сильно я хотел увидеть то, что видела лисичка с своими спятыми в полутьме, капюшоном глазами. Скорее всего сейчас нам покажут сцену, которая, по-моему, единственная в игре в цвете. Теперь смущало не то, что дети носили маски, а то, что без маски был я, точно голый на январском ветру. Скажите, а зачем вам маски? Я не боялся, хотя мне и трясло. Дрожь была не от холода, а от странного волнения, предвкушения чего-то невероятного. А тебе зачем? Интересно. Я дотронулся до прохладной щеки. Но я без маски. Обожаю человеческие сказки. Человеческие ласки? Да, человеческие ласки. Человеческие дрязги. Я же говорила, все жители поселка носят маски, только скрываются за ними одни дни люди. Ай, что правда, то правда. И даже я? Ты такой рассеянный, Антон. С улицы бассейной. Однажды мы уже нашли твои очки. Я и сам это понял, ты их и принесла. И шапку. Ну, про шапку тут уже это сегодняшний день. И твоё настоящее лицо. Из Байошок, кстати говоря. Реально. Реально кто-нибудь еще вспомнил при виде зайчьей маски Байошок? Где там тоже были точно такие же маски. Но по-другому, там были только наполовину лица. И я увидел маску, которую лица мне протягивала. Ту самую маску зайчи, как которую на серебряный слиток в лунном, похоже на серебряный слиток в лунном свете. Любопытно стало, как измениться мир, если взглянуть сквозь прорези. Так, а вот здесь придется взять, потому что нету выбора не взять. Но вдруг, с трудом просачиваясь сквозь мелодию флейты, меня посетило озарение. Очки, которые они и нашли, были у Семена. Мои новые знакомые наверняка знали, что с ним произошло. Да это он и есть! Вот в костюме медведя-то явно он есть. Или хуже. А куда подевался Семен? Что с ним стало? Мы его съели, и ты следующий! И со старыми детьми. Я и говорю, мы их съели, и ты следующий! Медвежонок и Сова переглядулись. Да вот он Семен, вон он стоит, блин, притворяйся, что это не он. А это... ну я не знаю. Я не знаю, какой у него голос стал вот у этой первой жертвы-то. Итак, волчок сжался клочком, а лиса чуть опустила острый носик маски. Тот, кого держали в клетке. Тот, кто режет мелко-мелко. Тот, кто носит кожаное лицо, забрал их. Волнил бы я креститься, или крестился бы. Хотите сказать, это был человек? Зайчик-губой. Чем ты только слушал? Разве можно назвать такого, как он, человеком? Одно слово, взрослый. Он вид-человек, а так и человек. В мире взрослых так легко потеряться. Ну, знаешь, и в мире детей тоже. Убийцы, жестокие дрессировщики и равнодушные родители. Ах, лучше об этом вовсе не думать, чтобы не грустить. Ох, вся страна на этом и держится. Вся страна на подобных и держится. А мне печалиться совсем не хочется. Ну и зачем вы тогда начали все это говорить? Ну, схлопотнул лишнего Антон. Ну, промолчали бы, просвистнули бы. Начали бы с этого диалога. Типа, да, насрать, типа. И я сегодня какой-то негрустный. Судя по твоей маске, такого не скажешь. Я как будто ему глаза врули просто. Ну, для Волчика это подходит. Антон, а ты? А? Б. Я задумался, глядя в лес, пытаясь определить, откуда доносится звук флейты. Я был уверен, что музыкант стоит прямо за частоколом сосен. Очень высокий, перебирающий длинными пальцами дырочки в корпусе флейты. Так что? Сядем тосковать или займемся отдыхом? Алиса хотела что-то показать. Давай начнем с самой сладкой части программы. С меня! Лисичка извлеклась из кармана в гость конфеты и вручила по очереди всем детям. Которое, кстати, в прошлый раз не взял. Зашрушали фантики. Также запахло ананасом, какао, дыней. Она конфету сует или свои пальцы? Ты че охренела что ли? Последнюю конфету вафельную, мою любимую. Алиса положила мне прямо в рот. Везде с пальцами. Че это за фетиш, нахрен? Конфи-фетиш, блин. Блин, язык обволокло пряностью. Казалось, что мое тело покрылось шерстью, по которой пробегали яркие искорки. Замешков, я прожевал вафли и шоколад. Проглотил их, наслаждаясь вкусом. Спасибо. Благодарностью вышла глуховатый, потому что губы мои бы уже касались маски. Так. Ну, я и не заметил, как поднес ее к лицу. От папье-маше исходило тепло. Маска льнула кожи и принято пощипывала. Так я нырял после зимней прогулки в горячую ванну и лежал, мурча от пенной воды. Последнее время, кстати говоря, я очень скверно отношусь к пене в ванной, поэтому мне проще просто нырять горячую воду и кайфовать. Говорила же, это твое! Мое! Чего стоим? За нас веселиться никто не будет! И то верно. Мелодия кружилась по поляне, как вихрь. А че нету в цвете картинки? Не терпелась выпустить ту энергию, тот же аг, которым меня наполняла чарующая музыка. Сова прыгнула и исчезла высоко вверху. Над головой раздался ее смех, и потом она приземлилась обратно, фручая и отдуваясь. И ты так можешь! Попробуй! Я попробовал. Вот, отлично! Картинка в цвете! Найс! Красота! Красота! Ноги оттолкнулись от земли, я слетел ракетой к звездам и закричал от счастья, умер своих друзей внизу. Ветер помогал мне лететь, словно я сказал на громадном... скакал на громадной батуте. Звезды казались яркими блестками, до которых можно дотянуться языком, слезнуть. Луна стала ближе, а потом я полетел вниз. Лишь на мгновение испугался, что слабые ноги, но подошвы твердо стали нас. С нами ты в безопасности! И все твои мечты станут Янгелу! Я так счастлива! Наконец запрести тебя, зайчи! Я хочу обвиняться своим путем. Смеясь от восторга, я понял, что эти четверки причинят не нужны. Настоящие враги. Я чувствовал это каждый шестерок из своей людьми. Те, кто далек от ваших стран. Люди из поселка. Ой, вот это вот не надо, чувак. Не все такие. Еще я понял, что все вокруг по-настоящему живое. Услышал, как стонет под снегом сухая трава. Увидел, что у деревьев и звезд есть лица. Деревья усмыхались, а звезды кожи есть в страхе. Ваттафак! Правильно, бойтесь, я допрыгну до вас и... Я жалко с зубами, затем закричал, ликующе и прыгнул одновременно с лисой. Блин, красота! Вы полетели выше самых высоких сосен и застыли вместе. Я закружился, лиса закружилась в дар. Я знал, что она убивается и я улыбался сам. Афлейтер все играл и играл, унося нас вниз. Эй! Тебя что, заколдовали? В смысле? Ээээ, ваттафак? Какого хрена меня обратно телепортировал в школу? Расколдовали, словно сонно подумал я, отклеивая подбородок от парты. Мышцы слегка ныли, но это было приятное чувство. Все отчего-то вновь слонялись по классу, передавали друг другу записки, шушукались. Так, вот собственно говоря, скорее всего сейчас закончится как раз и третий эпизод, поэтому я на всякий случай сохранюсь, чтобы потом, когда выйдет четвертая серия, мы могли бы начать отсюда. Вот так. Их физиономии казались выцветшими масками, блеклыми и скучными. Я зевнул, вспоминая, как парил высоко над лесом, а рядом смеялась Алиса и крепко сжимала мою ладонь. Возможно, и почти наверняка это был сон, потому что из лесу я не возвращался, а проснулся дома в кровати обыкновенным утром с чаем и таблетками. А до школы как добрался? Но меня тревожило разумное объяснение ночным танцам. Куда важнее было чувство полета. Знание о том, каково висеть над пиками величественных сосен и скалиться на луну. Прости, задумался. Вот. Слышал уже про Катю? Вот. Вот давайте, вот про... На этом моменте, собственно говоря, еще раз сохранимся. Я сохранился? Да. Да. Наша самая главная школьная мразь после Ромки стала следующей. Я так счастлив, я так рад, нахрен. Аж легче стало на душе. Я бросил взгляд на пустующее место впереди. Катя пропала. Отлично. Это... Вот эта новость, это просто бальзам для души. И вот ей самое место возле параши, ей-богу. Сон как рукой сняло. Я недоверчиво нахмурился. Как пропал? Быть не может. Не может. Так тебе и надо, мразь. Так тебе и надо. Вот и все. Вот и все. Допрыгалась. Добегалась. Языком своим повеляла. Все. Ты петебей с этим... С такой же мразью Бабуриным. И Ромка станет следующим. И Бяша пойдет вслед за ним. Я более чем уверен. Так что все. Все. Отлично. Все. Отлично. И, собственно говоря... Можем, кстати, давайте сделаем еще хлеще. Мы сохранимся прямо тут. А почему нет? Потому что третий эпизод на этом и заканчивается. Татя! Настоящий детектив 3. True Detective. Отлично. Риска не благодарим вас за то, что приобрели игру на раннем дольтапе разработки. Все соборные средства будут направлены на продолжение игры. Вконтакте, Steam, Twitter И хз что-то такое Все Третий эпизод на этом закончился Собственно говоря Будем ждать четвертый Пятый, возможно больше Будет эпизодов Но наверное скорее всего они здесь пойдут По пути Telltale Что дескать будет на самом деле не Три, а четыре эпизода В общем Будем ждать четвертый эпизод А пока что Зайчик отходит На второй план Пока что Заканчиваю проградить Зайчика Вплоть до Нового эпизода Новой серии Так что пока что я Выводы пока не делаю То есть итоги пока подводить рано Вот как только выйдут все эпизоды Тогда собственно говоря На этом все